Пациентов на 40, на 45. Правительство приняло решение, согласно которому мягко в течение четырёх лет будет производиться соответствующая реформа в сфере энергетики, с тем, чтобы сбалансировать её, сделать жизнеспособной и конкурентно способной. Ведь у нас в 3-4 раза энергоёмкость нашей экономики больше, чем энергоёмкость наших основных конкурентов в Западной Европе и в Северной Америке, и даже в Китае. И если мы так будем развивать свою экономику, мы никогда не выйдем на лидирующие позиции, мы всегда будем в отстающих. Вот это базовая причина, по которой мы вынуждены просто переходить на те формы регулирования, о которых я сказал. Но, повторяю, это будет делаться мягко, и в отношении экономики в целом темп всё-таки приличный, но тем не менее постепенный. В этом году 15%, в следующем году 25%, потом по 26%, по 13% в год. Немало, но правительство приняло решение, согласно которому, скажем, в области электроэнергетики, субсидирование и регулирование тарифов на электроэнергию для населения будет продолжаться даже за рубежом 2011 года, как минимум до 2015 года, и на рынок электроэнергетика, в частности, будет входить только в том случае, во всяком случае такие решения приняты сегодня, надеюсь, что они будут сохранены и после 2007-2008 годов. На рынок для населения электроэнергетика, а это в балансе расходов населения самая значимая статья, на рынок будет выводиться электроэнергия только после определения и выработки системы субсидий для тех категорий граждан, которые будут в этих субсидиях нуждаться. Спасибо большое, Олег Щедров, Рейтер. Владимир Владимирович, рискну вернуться к вопросу, который уже задавал коллега Кондратьев из НТВ. Не буду использовать слово «приемник», как вы сказали, но факт остается фактом. Вы самый популярный и самый, скажем так, весомый политик в стране, и ваше мнение, по мнению аналитиков, будет являться решающим в шансах победы любого кандидата на президентских выборов. Так или не так. Проблема другая заключается в том, что большинство имеющих сейчас других политиков, они, ну скажем так, не имеют опыта политической борьбы, еще не показали себя как тяжеловесы политические. Вопрос сводится к следующему. Собираетесь ли вы, когда вы собираетесь, все-таки, а вы говорили, что вы эту возможность делаете, сказать, указать на кандидата, который больше, на ваш взгляд, соответствует должности следующего президента, можно ли ожидать, что это произойдет в этом году, может ли этот человек оказаться на высоком государственном посту? Это вопрос, который задают многие избиратели и инвесторы. Спасибо. Все, кому надо, уже на своих постах работают. И нам нужно с вами не суетиться по поводу будущих выборов, а, как я уже сказал, обеспечить гражданам возможность объективного выбора, обеспечить гражданам этот свободный демократический выбор. Я тоже гражданин Российской Федерации, чем очень горжусь, и, конечно, оставляю за собой право высказать какие-то предпочтения. Но буду делать это только в период предвыборной кампании. Владивосток, Мария Соловьенко, главный редактор газеты «Народное вече». Здравствуйте, несравненный Владимир Владимирович. Вы меня смущаете. Мне очень приятно. Женщина должна смущать мужчину. Извините, пожалуйста. Вот кто про что, а я про коррупцию опять. Я здесь не согласованная, как и мой вопрос. Поэтому прошу простить коллег, если немножко длинновато будет, но я постараюсь быстро. Вот вы очень хорошо поработали, Владимир Владимирович, на международной арене. Сейчас вы придумали вместе с правительством замечательный проект по Владивостоку. У нас будет и казино, у нас будет и океанариум, я очень надеюсь, и 50 самолетов в день, и мост на русский. И такая райская-райская жизнь у нас, наверное, начнется. Но вы знаете, что вот вы только улетели недавно из Владивостока, а масса всяких референтов, помощников, бывшие сенаторы, депутаты, контрабандисты, бывшие вице-губернаторы, которые разворовали наш бюджет, они уже делят вот эти 100 миллиардов, которые правительство нам пообещало. Скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, вы же все знаете, все умеете. Вот как вы будете нас защищать от этих воров, бандитов? И хотя вы говорите, что вы работаете, а не правите, а может быть ввести во Владивостоке и в Приморье президентское правление? Я думаю, что мы все-таки должны, если мы хотим, чтобы граждане страны в целом и население отдельных регионов чувствовало, что оно причастно к жизни своей страны, своей области, края или города, мы все-таки должны делать это вместе. И помните, когда шла дискуссия о новом способе приведения к власти руководителей регионов, говорили о назначении. Это все-таки не назначение. Ведь за предлагаемую кандидатуру губернатора должны поголосовать депутаты местного собрания. И я уже говорил, могу повторить еще раз, были уже случаи, когда мне пришлось изменить свое первоначальное мнение, когда депутаты законодательного собрания сказали, мы вас уважаем и, как вы сейчас выразили, даже любим, но мы за возможную кандидатуру, которую вы хотите предложить, не проголосуем. И вы знаете, я даже рад этому. Вот у нас мы добиваемся того, чего я хотел, а именно кровные связи руководителя региона с интересами общенационального характера и понимания и зависимости от местных проблем и от людей, которые живут в регионе, в данном случае через напрямую избранных депутатов законодательного собрания. Поэтому думаю, что у нас нет необходимости вводить прямое президентское правление, а нужно просто вместе выявлять проблемы, которые мешают развиваться стране и региону в целом и бороться с ними совместно. Что касается коррупции, то здесь много способов. Мы очень часто возвращаемся к этой проблеме и к этим вопросам. Одна из них, конечно, это развитие средств массовой информации. И мы знаем, что власти часто поругивают за то, что власти ограничивают свободу средств массовой информации. Общество поругивает сами средства массовой информации за то, что они по содержанию и по стилю своей работы часто не отвечают чаяниям населения. И нас правильно критикуют, и вас правильно, но другого, наиболее эффективного способа борьбы с коррупцией, как развитие гражданского общества и свободных средств массовой информации, другого эффективного способа всё-таки нет. Конечно, мы не можем.